Наркоситуацию в регионе контролирует всевидящее око госнаркоконтроля, отчитался начальник управления ФСКН России по Ивановской области Виктор Бакулин. В минувшем году работа по выявлению и ликвидации путей распространения зелья велась активно и продуктивно. Было выявлено 109 преступлений в составе группы о предварительном сговору, 28 преступлений связаны с организованной преступной формой, то есть организацией преступной группы. В позапрошлом году в разы были больше, потому что 149 преступлений было нами выявлено позапрошлом году, в 11-м году и 10 групп мы ликвидировали. Так почему в 2012 году показатель меньше? Виктор Бакулин отвечает, организованные группы не растут как на дрожжах, они затаиваются и наращивают потенциал. Велик риск того, что в 2013 году наметится всплеск активности преступных группировок. Только за первый квартал этого года выявлены две банды, которые совершили 23 преступления. Кроме ликвидации ОПГ, перед наркоконтролем еще несколько задач. Оценка развития наркоситуации в Ивановской области, профилактика и противодействие закону оборота наркотиков, организация антинаркотической работы в муниципальных образованиях, организация социальной реабилитации и расстанализации наркоконезависимых лиц, заболеваемости, связанные с употреблением наркотических средств и психотропных веществ в Ивановской области и принимаемых мерах по улучшению раннего выявления лиц, страдающих наркотической зависимостью. Ликвидировать притоны и изымать наркотики – не главная цель сотрудников ФСКН. Важнее освободить наркопотребителей от зависимости, доказать простые истины, что героин, маковая соломка, амфетамин и другие наркотики – вредны и опасны. Одна из первоочередных целей комиссии – внедрить эти аксиомы в умы молодежи.